Мы решаем одну и ту же задачу. Мы содействуем развитию торгово-экономических связей между Российской Федерацией и страной пребывания. Я лично на должность торг-преда назначен в четвертый раз. Это четвертая страна, в которой и выполняю обязанности торг-преда. До этого я работал в Беларуси. Вы знаете, Россия и Беларусь – это очень много связей, очень разнообразных. Я работал в Узбекистане и работал в Казахстане. То есть на территории бывшего Советского Союза. Ну, так получилось, что у меня есть китайский, английский, норвежский языки. Но вот больше мы говорили по-русски. Что мы делаем? Мы, конечно, любим помогать российским компаниям экспортировать свои товары в страну. Мы не любим помогать нашим большим нефтеперерабатывающим компаниям экспортировать нефть. Мы думаем, что «Газпром», допустим, не нуждается в услугах торг-предства, чтобы решать свои проблемы по экспорту газа. И наша главная задача – это помочь находить друг другу бизнесу малому и среднему. И может быть, если сегодня по итогам встречи вы поймете, что вы знаете каких-то людей, которым могло бы быть интересно бизнес с Россией, развитие торговых связей с Россией, я сразу могу сказать, что будет очень удобно и уместно им об этом сказать и пригласить их в торг-предство для того, чтобы мы с ними поговорили об этом. Что сегодня интересно в России? Что сегодня отличается от той России, от того Советского Союза, когда мы все вместе с вами там жили в какое-то другое время? Я тоже, скажем так, в середине 80-х закончил ВУЗ, тоже в Москве. Я тоже, наверное, как-то участник этой кампании. Это был мой первый ВУЗ, потом был второй, третий. Но что отличается? Первое – в России сейчас объективно появились деньги. То есть мы сегодня говорим о том, что Российская Федерация готова не просто поставлять достаточно высокотехнологичную продукцию, конкурентоспособную продукцию на рынок, в том числе Болгарии, но и готова сопровождать это, чего не было раньше, даже когда я работал первые две командировки, сопровождать это своими деньгами, так, как это делает Европа, так, как это делает Америка, так, как это делает Китай. То есть наша продукция, наша продукция машиностроения, наша продукция высокой химии, наша высокотехнологичная продукция сейчас может поставляться с предоставлением государственного кредита Российской Федерации покупателю. Причем по ценам, стоимостью денег лучше, чем у китайцев и таким же, как в Европе, то есть по европейским ценам. Для этого создан российский экспортный центр, это государственная корпорация, это дочерняя структура российского банка ВЭС-корпорации ВЭС. Для этого издали все нормативные документы, то есть существуют законы, по которым Российская Федерация совершенно официально продвигает свой экспорт, в том числе финансовым условиям. Второе. В Российской Федерации сегодня существует вновь созданный целый ряд высокотехнологичных отраслей промышленности. И мы думаем, что в таких, не только в традиционных отраслях, таких как нефтепереработка, атомная промышленность, машиностроение, но и в таких новых отраслях, как IT, как высокая химия, как малая химия, как производство автокомпонентов, производство сложных приборов, систем управления, не только ракетами, но и, к примеру, роботизированными системами управления для самосвалов. Системы управления роботизированными самосвалами большими, карьерными, производство Уральского научно-производственного объединения имени Семихатова объективно являются лучшими в мире. Да, они раньше делали только для ракет. Вы знаете, что советские ракеты были хорошими ракетами и есть хорошими ракетами. Но сейчас белорусские БелАЗы и японские КАМАЦУ, к примеру, на Уругвайских рудниках, спокойно ездят под управлением систем управления производства нашего научно-производственного объединения из города Екатеринбурга. У нас есть совершенно новые направления. У нас есть возможности это все показать, это все рассказать. С 14 по 16 февраля здесь будет туристическая выставка и пользуясь случаем я хотел анонсировать то, что Российская торгово-промышленная палата вместе с Болгарско-российской торгово-промышленной палатой будут проводить в рамках этой выставки Болгарско-российский туристический форум. Казалось бы, ну туристический форум и там бизнес, да, где общее. В этом году мы хотим поломать сложившиеся стереотипы и хотим развернуть все спять. И с российской стороны мы будем представлять возможности въездного туризма в Россию. Сегодня в российских регионах существуют огромные возможности для тех, кто особенно знает и любит Россию, увидеть, ну и медведей на улице, но только где-то глубоко на севере. Но заодно, если кому-то нужны медведи, да, в Кировской области можно получить трофейную охоту на медведей. Легальную, законную. Кто-то любит рыбалку, можно поймать двухметровую рыбу. Кто-то любит старинную архитектуру, да, нам есть что показать не только в рамках Москвы и Санкт-Петербурга, но и в таких прекрасных городах, как Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск. Далее везде. Есть шикарный город Грозный, который, ну, многими воспринимается, как только там свидетель каких-то внутриполитических конфликтов, но сегодня это шикарный, великолепный, современный город. В котором есть свой въездной туризм, в котором очень интересно побывать. Ну, наверное, любителям экзотики. Я очень, я не имею отношения к этому, но очень рад тому, что мне недавно рассказали, что после длительного перерыва в прошлом году первая группа организованных болгарских туристов посетила Кавказские минеральные воды. Да, я был уже в Ленинграде, я знаю, что есть болгарские минеральные воды, есть замечательные источники, есть и десятки, и десятки мест, где это можно сделать. Но тот же граф Игнатьев, он на воды ездил все-таки на Кавказ, к примеру. И там есть, так, своя история, там есть своя специфика, там есть свое направление. Это тоже одно из направлений въездного туризма, про которое мы вместе с Алексеем Васильевичем, надеюсь, будем говорить и предлагать. Есть деловой туризм. У нас сейчас проходят великолепные мероприятия, в которых можно посмотреть. Ну, наверное, все, кто был в Москве, помнят, как выглядела выставка достижения народного хозяйства в советское время. К сожалению, сейчас это не так. Сейчас это уже в основном торговый проект, который пытается восстановить сейчас правительство Российской Федерации. Туда приглашаются к сотрудничеству и регионы России, и страны СНГ. Но все равно вот того масштаба, который был тогда, может быть и не надо, может и не надо. Но сейчас ВДНХ больше ассоциируется с неким развлекательно-образовательным комплексом. Там проходит, к примеру, великолепная выставка по теме Роготровича, извините, я немножко, так, чуть-чуть отниму у вас. Великолепная выставка «Московский международный салон образования», которая в апреле месяц проходит каждый год. Это действительно очень информативная вещь. И если вы думаете о том, что ваши дети, внуки, родственники, знакомые могли бы найти свое образование в современной России, я вам очень советую эту выставку посетить, или, по крайней мере, их туда отправить. Потому что моя младшая дочь, допустим, поняла, куда она пойдет, именно посетив в прошлом году эту выставку. Это личный пример. Но у нас есть и выставка в Екатеринбурге, которая называется «Иннопром». Сейчас это вот то самое выставка достижения народного хозяйства, которая была в советское время только в современном, интерактивно, информационном виде. То есть там, безусловно, присутствуют все живые образцы всего того, что делается в современной России в сфере машиностроения, во всех отраслях народного хозяйства. Кроме того, там есть возможность прямого общения с разработчиками, с руководителями региона. Ну, на самом деле, это ВДНХ Российской Федерации. Она бывает в июле каждого года в городе Екатеринбург. Естественно, в этом году она будет с 9 по 11 июля. Это еще один примет того, о чем мы будем говорить. Вот буквально 15 февраля я сейчас просто... Простите, я новый человек, я не помню сейчас, где это будет точно, но я скажу. Вот. И мы будем говорить о наших, естественно, замечательных возможностях, связанных с введением бизнеса. В тех программах, в которые Российской Федерации выделяются очень большие деньги. Прежде всего, это программа развития Дальнего Востока. Сегодня мы говорим о том, что эта программа имеет очень большие деньги. И очень много людей со всего мира активно участвуют в ее реализации. Ну, я не знаю, почему это воспринимается в режиме, ну, такой полушутки. Но вы знаете, кто является основными строителями, основными инвесторами? Ну, не инвесторами, а именно строителями, подрядчиками. Допустим, при программе строительства дорог и объектов сельского хозяйства на острове Сахалин. Остров Сахалин – это самый дальний восток России. Это, в общем-то, приграничная с Японией территория. Так вот, там почти все строят белорусы. От которых до Сахалина ровно столько же, сколько от Болгарии. Я в шутку спрашивал, почему главболгарстрой не строит. Там очень много что нужно делать. Там действительно, в силу отдаленности, в силу того, что туда очень трудно что-то привезти, очень много надо еще сделать, и для этого есть очень много денег. И мы готовы предложить болгарским строителям, болгарским бизнесменам, приходите, давайте это делать. Давайте это делать. Давайте перевернем представление о том, что Россия – это только место, откуда поступает нефть, и куда надо поставлять помидоры. Простите, болгарские томаты – это действительно одно из тех воспоминаний действий, которые действительно есть. Это было вкусно, это было замечательно, и я в очереди стоял. Я это помню. Но давайте жить современным днем, давайте работать с современными технологиями. И именно об этом мы сейчас говорим, и именно это главная задача торгопредства. И мы будем очень благодарны, если с помощью людей, которые готовы услышать и хотя бы послать людей проверить это все, а не преувеличивать этот торгопред, не преувеличивать, скорее преуменьшать. Мы будем благодарны за любую помощь в этом начинании, и со своей стороны готовы. Любое начинание болгарских предпринимателей взять к себе в работу, разобраться в ситуации и дать профессиональный ответ. Ну, если вкратце, совсем вкратце, то все, конечно, о такой стороне, как Россия, можно говорить еще не один час. Сегодня мы говорим о том, что миром правят отношения. Это придумал не я, и придумали не сегодня. Но логику развития торгово-экономических связей подсказывает именно экономика. Именно экономика определяет, что, ну, прежде всего, с точки зрения прагматической бизнеса, выгодно и что невыгодно. Бизнес от ученых должен получить понимание. Ученые, люди умные, они должны бизнесу объяснить, почему это выгодно делать сегодня. Я вас уверяю, что и в советское время, наверное, так было. Я, правда, не очень сильно был сопряжен с наукой, но спасибо большое за то, что вы внимательно посмотрели мою биографию, и я не всю жизнь был дипломатом. Я, естественно, занимался и бизнесом, я действительно был и членом правительства одного из регионов Российской Федерации, да, это Пензенская область. И у нас тоже там есть эта проблема, проблема того, что есть наука и есть бизнес. И вот коннектор между ними не всегда получается. И тогда наука существует сама по себе и, к сожалению, не реализуется в каких-то бизнес-проектах. И это ровно то, что сейчас, насколько я понимаю, я читал те же газеты, что и вы, по поводу экономических испытаний, точнее, экономической экспертизы строительства газопровода, да, по бизнесу не получается. Экономически не складывается ситуация, как я понимаю позицию нашего уважаемого Газпрома, я в начале разговора сразу сказал, что да, наверное, Газпром не чаще, реже других обращается в торговое представительство. У них есть свой штат аналитиков, у них есть свой штат экономистов, маркетологов. Но насколько я прочитал то, что написано в газете, вот эти самые испытания не завершились успехом по одной простой причине. По причине того, что экономически нецелесообразно по таким высоким ценам направлять вот этот объем, заявленный объем газа по этой трубе. Я повторяю, что это то, что я прочитал в газетах, и как экономист воспринял это именно так. Здесь нет политики, здесь нет науки, здесь есть экономический расчет. Любой экономист знает, что любое дело имеет некую затратную часть, которая складывается из производственных затрат, накладных затрат, ну и так далее. Все это учили еще в курсе политэкономии и социализма. Я вас уверяю, современная экономическая наука, она где-то там же все одинаково. Первое, это взаимодействие по линии крупных компаний, государственных компаний, больших межгосударственных проектов. Как то поставки нефти, газа, как то проект Лукоила, Лукоил Бургас. Второе, это взаимодействие малого и среднего бизнеса, взаимодействие частного бизнеса. И мы исходим из того, что любое взаимодействие в любой отрасли бизнеса, легальной, подчеркну, естественно легальной, той, которая решает задачу, а задача она только одна у власти. Чтобы люди заработали больше денег, заплатили больше налогов, жили лучше, и тогда и власти будет хорошо. Любой в Болгарии уверена, на эту тему понимают, и в России. Мы исходим из того, что нам, конечно, интересно сотрудничество в высокотехнологичных отраслях. Это то, в чем мы сегодня сотрудничаем, но сотрудничаем не так активно, как могли бы. У нас есть понимание экспортного потенциала России. Я не случайно вам рассказал про российский экспортный центр. У него есть очень информативные источники в интернете, и там можно увидеть те приоритеты, которые Российская Федерация видит в целом под своей торговлей со всем миром. И с Республикой Болгарии в том числе. Я в части это говорил. Это IT, это высокотехнологичное машиностроение, плюс энергетическое машиностроение, транспортное машиностроение. Это медицинская техника. Это медицинская техника, основанная на тех отраслях, в которых Россия традиционно сильная. Это ядерная медицина, это лазерная медицина, это фармакличные препараты нового поколения, это сельхоз, машиностроение, новое качественно. Это, безусловно, химия. Нертехимия, тонкая химия, малая химия. Ну, вот, на скидку, это несколько десятков отраслей, которые нам кажутся приоритетными. Я еще раз хочу обратить внимание. Наша задача, как государственные органы, не рассказывать нашим предпринимателям, вот вы только вот с этим к нам приходите или с этим приходите. Наша задача поддержать любое усилие, направленное на развитие торгово-экономических отношений. Да, нам больше нравится высокотех, но если кто-то нам придет и скажет, мы хотим поставлять в Болгарию мебель, да, мы будем им помогать. Мы хотим поставить в Болгарию зеленый горошек. Почему нет? Будем пытаться помочь. Наша задача такая. Просто надо понять одну простую вещь. Мы, государственные чиновники, должны обеспечивать интересы тех людей, которые платят налоги, за которые мы платим заплату, получаем заплату. Все просто. Все просто.